Хорошо, мы продолжаем. Тогда я чуть-чуть еще порассказываю, а потом опять мы вернемся к вопросам, что там получается. Очень хорошо. Спасибо за все. Вот. Я говорил, что мы еще о метафоре, и мы должны рассказывать политический репортаж, на мою точку зрения картины. Вот, смотрите. Был такой очень интересный репортаж, который назывался «Дворец ужасов господина президента», от рукопокойного президента Олега Качинского. Вот мы собираем этот материал буквально три месяца. Материал до этого репортажа. Две месяца мы говорили с окружением президента Олега Качинского, чтобы понять суть этой президентуры. Ну, мы поняли, что это очень хороший человек, который просто не соявляется со своим окружением. Там идет постоянно война. Мы делали портреты его сотрудников. Вот. Один просто там курит цигарой, ему все по барабану пьет виски. Другая там женщина, она, понимаете, она работает, и одна кабинета выходит на газон, да? Вот, когда стригут газон, она висит, она не может работать. Тогда она звонит президенту, говорит, слушай, я не могу работать, потому что здесь там работает на газоне, я просто не могу. Ну, президент делает интервенцию. Он говорит, не работайте на этой газоне, потому что не может работать. Вот. Вся работа президентского президентского дворца устроена так, что он, типа, решает все, его пугают, и люди вокруг сражаются. Вот, сражаются с ним. Ну, интересная форма этого репортажа, потому что мы закрыли все, как будто 24 часа с жизни господина президента. Все начинается утром, но президент просто не любит, когда его там будят, говорит, там 9 часов и прочее, прочее. Он заканчивается с твоими самими близкими сотрудниками, он просто пьет вино до вечера, а его жена спускается, говорит, уже ты возвращайся, навек, да? Уже хватит. И эта статья составлена только с цитат людей. Вот. Цитаты, 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 цитаты. А это, на самом деле, было много работы, чтобы там не было никакого вмешательства, только вот люди рассказывают про него. Это, на самом деле, типичный будний президента. Вот. Он звонит своему брату-близнецу, только чтобы сказать, ты уже поднялся, да? Ты уже разбудился? Да. Хорошо. Они звонят друг друга, там, 20-30 раз в день. Ну, понимаете, какая была реакция? Реакция была, конечно, бурная, потому что вот цитаты из этой статьи, они даже показывали по тереку, да? Их зачитывают в новости. Но потом наступила критика нашей статьи. Вот. Вот критика со стороны наших друзей-журналистов, которая пошла как будто в двух руслах. Первое русло, что все об этом знали, да? Что он не справляется со своим окружением, да? Ну, там ничего в этой статье нового нет, в принципе. Вот. Наш вопрос был такой. Ребята, если бы это все знали, почему бы не делали об этом статье? Разве это не интересно? Ну, слушай, ну, это не принципиально. Окей. Вот. Второе русло критики. Вы, ребята, сделали свою статью, свой большой, огромный репортаж про президента, да? С точки зрения дворника. С точки зрения прислуги. Вы там стоите за забор, подсматриваете, да? Что он делает, да? Как он общается с людьми, да? Его будет. Ну, у него есть же политические визы, да? Он чего-то хочет добиться. У вас в этой статье нет. Тема этой лекции. Чего это политика? Или это дуэль политических визионеров? Или это просто нормальная страсть людей? Вот. Интересно, какой подход к политике лучше? Мне кажется, что в политике в многом решают очень обычные вещи. Обычные вещи я имею в виду очень обычной страсти людей. Если мы думаем, что политик, это какой-то визионер, он чем-то отличается от нас, мы совершаем другую ошибку. Он думает, как обычный человек, он думает, что я буду делать через 4 года. Значит, я попаду опять в парламент? Или я не попаду? Где я себе найду тогда работу? Если я не попаду в парламент, это будет хреново. Значит, мне надо подумать, что мне делать, да? Наверное, идти на компромисс со своей партией. Наверное, не мятежить. Наверное, или просто предать свою партию, уйти в другую партию. Такие мелкие вещи решают политическую судьбу политики и политическую судьбу страны. Если президент не справляется со своим окружением, он теряет 99% на то, чтобы сражаться со своим окружением, чтобы справляться со своим окружением. Его визии уходят где-то на задний фон. Их практически нет, потому что у него нет времени. Если ты посчитал его время, на чем он теряет, и оказывается, что политической визии нету и быть не может, потому что нормальные люди жрут все время. Вот. Интересная картина, которая никогда не попала в мой политический репортаж, но на самом деле она много говорит о политике. Она не попала просто в него. Сейчас я понял, что на самом деле это есть картина. Однажды у меня был знакомый министр, женщина, ну девушка. И она жила в такой государственной квартире, о которой я когда-то делал репортаж. И уже было понятно, что это правительство уходит, да? Я ей позвонил на лобине, говорю, слушай, а ты можешь мне пригласить себя на квартиру? Она говорит, ну конечно, а что такое? Я говорю, понимаешь, вот ты уходишь, скоро вас не будет, а ты просто уже там живешь, три с чем-то года, а я делал репортаж про эту квартиру. Я хочу, я там никогда в жизни внутри не был. Ты меня пригласи, потому что уйдешь, вряд ли я повыду когда. Ну, ради бога, приходи. Я прихожу к ней вечером, да? Она говорит, ну давай там присаживайся, делай чай, какое-то там вино есть, давай поболтаем, да? Она мне показала квартиру, мы там сидим на кухне, разговариваем, ну мы знакомы много-много лет, мы, можно сказать, дружили, да? Вот звонит телефон. Она говорит, ну да-да, конечно, приходи. Я говорю, кто такой? Она говорит, а вот там заместитель премьер-министра, он живет там на этаж выше, да? Он говорит, у меня ничего пожрать? Есть у тебя там бутерброды? Ну, он придет сейчас, вы знакомы. Я говорю, да-да, нормальный мужик. Вот, приходит человек, да, заместитель премьер-министра, да? У него один мобильник, да? Второй в кармане, а третий в руки, да? Через один разговаривает, а два мобильника просто греются, да? Он жмет мне руку, он там обнимает ее, он дает ему бутерброды. Он жрет эту бутерброды и разговаривает постоянно через какой-то мобильник. Один замолкает, да? Он берет второй. Мы сидим вместе 40 минут, и он постоянно жрет и болтает через один из трех телефонов. Он ушел, я говорю, слушай, ты понимаешь, почему ваше правительство провалилось? Что у вас не будет, что вы никогда не попадете опять в политику. Просто так жить невозможно, так невозможно управлять страной. Уже 22 часа 30 минут, а этот человек не делает ничего, кроме того, что он разговаривает через три телефона. Это просто невозможно. Я потом еще с ним один раз встретился, он говорит, слушай, у меня для тебя времени нет. Но ты понимаешь, если ты подойдешь ко мне в ведомство, я буду двигаться с этого ведомства в парламент. Ты сядешь со мной на машину, да? И мы сможем поболтать пять минут, да? Я говорю, ну, в принципе, мне устраивает это пять минут. Я пришел к нему, я слушал, блин, как он эти пять минут разговаривает через один из этих трех своих гребаных телефонов. Понимаете? Вот. Какие визии у этих людей? У них нет. У них нет простой организации, понимаете? Мы думаем, что какая-то визия провалилась. Они просто не справляются сами с собой, понимаете? Вот. Эта штука. Если мы говорим о дворе каких-то визионеров, визии пропадают вот в таких вещах. Только мы просто не обращаем внимания, потому что точка зрения дворника, она какая-то хреновая. Нет. Вот это решает, в принципе, в принципе, решает все. Когда, после успеха этого репортажа, в дворец ужасов господина президента у нас заказали книжку про президента. Ну, смысл был такой, чтобы издать книжку, которая будет, в принципе, на основе этого репортажа, только еще глубже, еще больше и прочее. Ладно. Мы искали, мы опять начали работу с закружением президента. Мы начали опять искать вот таких историй. И мы поняли, что нужно найти такой метафор, что-то такого, чтобы говорил все об этом человеке, да? Что с этого надо начать эту книжку. Недолго искали этого метафора. Я, наверное, его не найду, тогда расскажу я вам. Вот. История такая, что... Вот книжка начинается так. Это была собака какой-то шотландской породы, да? Ее все боялись. Она кусала всех. Даже президента. Ну, президенту было стыдно. Он не признавался, он даже не пошел к врачу, когда его укусило. Когда его спрашивали про эти собаки, он говорит, ну, че, она такая есть. Я же ее не выброшу. Вот. Нам рассказывает историю советников. Такой хороший наш знакомый, да? Мы говорим ему, когда вот он на это рассказал, слушай, а мы можем на тебя заслать с официального? Он говорит, вы с ума сошли, ребята? Он говорит, ну, че, ну, в принципе, это неплохое. История для него, это как будто делает его имидж потеплее, да, что он такой заботливый, просто так. Он говорит, нет, ну, ребят, давайте. Следующий вопрос ваш после этого анекдота официальный на мне будет. Если президент не справляется со своей собакой, как он может справиться со всей страной? Понимаете? Вот. На самом деле, история с собакой господина президента, она говорила, в принципе, все и о нем, и все об этой президентуре. Вот. Было такое непонятное что, которое кусало его охранника, которое гавкало постоянно, которое даже кусило президента, и президент скрывал это перед своим окружением и пошел к врачу, потому что ему было стыдно, что он не справляется со собакой. Понимаете? Вот. Я не знаю, возможно, это перспектива дворника, но я думаю, что я не нашел истории получше, которая говорит о нем. Он диригенте, который просто нашел себя в очень странном для себя месте, который старался что-то сделать, за него не получалось, потому что он просто такой. Я обещал Игорю, что я буду говорить все на основе политической биографии покоенного Кочинского и бывшего премьер-министра Дональда Турска, который сейчас является президентом Европы, или будет, президентом Европейского Совета. На самом деле, это так и есть, потому что мы сделали другую книжку про господина Турска, и мы старались эту книжку тоже делать картину. Что было интересно? Как рассказать о человеке, который является абсолютно пластмассовым мужиком? У него очень хороший пиар. Да, когда он второй раз как премьер-министр баллотировался в парламент, мы заметили, что во всей стране висят билборды с его лицом. Но он где-то мужик, где-то практически ему 60 лет, а на этих билбордах как 17-летний младенец. Такое крепкий, бодрый, там, фотошок, все сделано, да? Мы пошутили, что он нам больше нравился, когда он был постарее, да? Это все был один сложной пиар. Как поймать с чего-то? Они даже определяли вопросы журналистов на несколько дней. Там просто этот аппарат пиара был замечательный, да? Они придумывали какие-то события, да, если журналистам не было чем-то заняться, да? Ну, например, там, рейтинг нам обваливается, вдруг мы раскручиваем скандал, скандал про педофилию, да? Вот, оказывается, что кто-то кого-то износил, упал, да? Мы будем их всех кастрировать, да? Вся страна через три недели живет только кастрированный педофил, а рейтинг поднимается, потом мы об этом забываем. Вот. Такая очень интересная политикология, которую употреблял Дональд Туцкий, его окружен. Ну, найти просто за эту штуку. Он любит журналистов, отвечает на все вопросы, он вообще любит всю страну. Его политика называется политикой любви. Мы все любим друг друга, премьер-министр нас любит, и вообще это страна полною любви. Но когда начинается анализ, вот, история этой партии, оказывается, что там исчезают люди, да? Что, вот, было несколько людей, которые придумали себе, что, вот, мы будем основать партию, которая называется «Гражданская платформа», да? Вот. Этот такой яркий, этот тоже не идиот, этот тоже такой классный мужик. Ну, этого и уже нет. Этот тоже ушел где-то там. С кем-то кто-то поссорится, никто с ним не ссорится. Вот. Они между собой. Оказывается, блин, что, если посмотрите хорошо, история политической партии «Гражданская платформа» это история политического убийства. Он правит этой партией много-много лет и убивает всех конкурентов очень грамотно. Вот. Мы начинаем задумывать. Этот политик, который любит всех, который одна любовь, он же политический киллер, он же настоящий акула. Ну, как это, понимаете, показать, где найти эту картинку, да? Где этот метафор? Он появился случайно. Мы пошли. У нас доказали статью. Там, ребята, вообще там сидите, бездельничайте. Каникулы. Народ что-то почитал. Ну, говорим, что нам делать вообще? Мы же там чем-то другим занимаемся. Да, вы смотрите футбол постоянно, да? О, кстати, футбол. Если вам так интересен футбол, вы сходите, посмотрите, как премьер-министр играет в футбол. Мы же взрослые люди. Будем там ходить, смотреть, как он играет в футбол. Мы говорим, ладно, ладно, ребят. Ну, да. Мы там позвонили по друзьям, говорим, он играет, играет. Где он играет? Вот, там играет, да? Оказывается, что они играют абсолютно на открытой площадке, там можешь стоять за забором и смотреть, как, например, вместе играть в футбол. Да, мы так и сделали друг, он просто надели капюшон, просто стояли и смотрели, как он играет. Вот, какая картина получается? Вот, там понятно, что все выстроено под премьер-министра, да? Там есть две команды. Одной руководить премьер-министра, да? В его команде из двух этих бывших игроков польской сборной. Очень талантливых. Ну, им уже там 40-х, чем 100 лет. Да, они еще играют. Их задача подавать мяч премьер-министру, чтобы он забил был. Понимаете? Есть помощник, да? Помощник, правильно, да? Есть помощник, который его лучший друг, да? Он тоже ему подает мяч, но у него дозволено, чтобы он здесь дать и время от времени ударил по брату. Больше никто. Премьер обращается к всем сотрудникам очень грубым матом. Это просто ужас. А они все, блин, как к царю, понимаете? Блин, они его боятся, да? Ты вообще ничтожество, что ты делаешь? Ты просто не занимайся дриблингом. Ты понимаешь, на каком ты месте? Ты здесь стоишь, а эту черту не пересекаешь. Он сам играет очень хреново. Но все, блин, боятся. Оказывается, что мы говорим, ну да, так это все построено. В принципе, посмотри на эту парку, посмотри на эту правительство, да? Все люди играют на нем, он стоит на одном месте, всех ругает. Блин, это просто класс. Мы стоим, блин, неверим глазам. Ладно. Еще не хватало, да? Вернулись в свои три дня, они опять играют, да? Ну, к сожалению, этот мяч вылетел за забор. Нам подходит. О, ребята, какой там, блин. Министр подходит. Ребята, подайте мяч. Ой, блин, это вы? Да. А что вы делаете? Ну, пивка пьем, смотрим футбол. Интересно просто. Давно уже, смотрите. Какое-то время. Обстановка совсем меняется. На спортивной площадке опять политика любви. Премьер-министр с большой культуразии обращается к своим сотрудникам. Но ты не держи, дорогой, так долго мяч. Вдруг у тебя появляются две картины. Вот. Настоящего премьер-министра и иллюзий, которые он делает каждый день в СМИ. Понимаете, это был класс. Это был абсолютный шок. Покроводит президент Кольцовский, который был очень обижен на нас со статью «Дворец ужасов господина президента». Когда прочитал эту статью про Туска, я просился на радио и в интервью сказал «Всем прочитайте эту статью». Она много говорит о политике. Хотя эти журналисты у меня возбуждают разные сомнения. С тех пор, или я никогда не говорю в туском вред, я когда-то буду с ним говорить. Он всегда отказывается. Это был прямый удар. Но на самом деле, возможно, нужно сказать, что это тоже была точка зрения, перспектива «Дворника». Но на самом деле, я думаю, что очень сложно найти другой такой метафор, который расскажет про эту и всей политической системы, которую я особо не осуждаю, но она такая просто есть. Надо найти идею, как про эту грамоту очень простым языком рассказать. Я думаю, что такие метафоры стоят больше любых политических аналитиков. Я думаю, что мне надо думать, что политика это какая-то черная магия. Они отличаются от нас. Они просто такие есть, как и мы. Если мы занимаемся политическим репортажем, я хотел обратить внимание, что очень хороший жанр вот этого репортажа это портрет. Портрет политика. Во-первых, люди любят читать такие статьи, которые говорят только о одном человеке. Во-вторых, во-вторых, там можно много рассказать истории. есть мастера вот таких портретов. Например, я никогда в жизни не забуду историю репортажа Дэвида Ремника, который получил премию полицера за Ленинстон. Вот такая книжка про развал Советского Союза, которые попадают в одну машину с господином Горбачевым, который уже не ест президентом, который едет в какой-то свой офис. Они двигаются по всей Москве. Вот здесь люди торгуют какими-то красными знамями. вот здесь в каком-то райкоме партии открылось какое-то коммерческое предприятие. Ветераны какого-то Афганистана ходят по улицам и работают как попрошайки. Вот он к ним едет и задает ему один вопрос. Вот это выудебленное вот в какую-то страну двигается страной и что-то такое вроде такой обычный вопрос. Он смотрит на эту Москву и на эту империю, которую он развалит, смотрит на свой рейтинг, который не двигается выше 2%. Говорит, вы думаете, что что-то в жизни может меня еще удивить? Вот. Мы на машине с человеком, который рулил огромной империей, который развалил ее, по которому сейчас появляются очень большие сомнения. интервью, он потом берет у него интервью, когда у нее попадают в офис, и опять интервью является очень обычным. Он прямо не может сказать ничего, он может такой тренировать, как эта женщина, которая работает. уберите. Давайте вопросы сейчас мне еще что-то сказать есть. Я думаю, что в любом репортаже, в том числе и в политическом репортаже, мы ищем вот, не только ответов политиков, мы ищем настоящего человека. посмотрите, что вот, если был вопрос, ты едешь в Донецк, да, разговариваешь с людьми, и они совершенно там разные в твоих политических взглядах, ну, как там вытащить неправду и получить свой хороший репортаж. Мы получаем всегда хороший репортаж, когда мы стараемся понять, кого. Ну, в литературе, в репортаже в жизни нет белочерных, черных случаев и людей, которые есть только хорошие и только плохие, да? Интересно все оттенки сердца и сырости, потому, что это отражает настоящую жизнь. Если мы кого-то осуждаем, говорим, а тут он идиот и вообще ублюдок, нам в принципе не надо ехать делать с ним репортаж. В принципе мы можем сказать, что он ублюдок. Если мы кого-то так любим, что мы его фанаты, нам тоже не надо делать про него репортаж, потому, что смысл нет? его фанаты. Какой репортаж этот будет? Я читал много раз такие репортажи, где журналисты слишком влюблены своего героя. это получается всегда очень грубо, очень хреново. Смотрите, в литературе есть король Грибков, очень справедливый король. хреново. Если Шекспира никто до сих пор не читал. Всегда понимаете, политики любят всегда надо искать политика условия, в которые он не хотел, чтобы мы его видели во время гранили. На спортивной площадке, во время того, как он справляется со своей собакой, всегда это такое обстановки необычное. У меня один раз произошло с вашим президентом, с Петром Порошенко, к которому я относился вот, я бы сказал так, один олигарх, я его встретил в Крыму, он был похож одним политиком, который приезжал в Крым во время того, когда в Крыму что-то началось. Я видел в то время, когда его толпа очень агрессивных людей сопровождал на железнодорожный вокзал. Тогда первый раз я посмотрел ему в глазах и видел человека, который понимает, что он через 3-5 минут может потерять жизнь, причем я бы сказал в очень таких плохих условиях, его просто раздали скид но я помню, что он ведет себя абсолютно спокойно, что он понимает чулка исходит вокруг него и он понимает что ему делать, что просто надо очень спокойно идти, что все как ему хана. Как говорится, если уже погибать, то ты подостойна, он как-то добрался до пошли где в момент бросил машину и он уехал. Это было интереснее, я задал ему даже какой-то идиотический вопрос и он на него ответил типа ну я хотел узнать что думает человек который скоро его повесит на 9 говорит, что ничего не боится верит в Бога и все. Когда я буду делать какой-то политический репортаж про Порошенко наверное он будет начинаться или с того или эта картинка будет включена потому что он очень на самом деле рискнул. Вопросы? Давай. Вот вы сегодня рассказывали как вы наблюдали за политиками в разных ситуациях и есть я не знаю с точки зрения журналистской этики какой-то ранг тех публичных людей за которыми можно без предупреждения просто внедряться есть ли деление на их личную жизнь либо если они публичные то они публичные все время 24 часа в сутки но если он публичный он публичный 24 часа в сутки но я никогда старался не драться в личную жизнь политика семейную жизнь политика если она не влияла на его работу ну кажется что смысла нет мне просто неинтересно мне абсолютно неинтересно есть у него любовница любовника и у нее это как-то я думаю что это очень непорректно до сих пор есть это неприятно на то как он справляется со своей работой тот же футбол он же прямо не влияет это можно только метафорично осмысливать но он же не имеет связи с его работой ну да он рассказывает о его работе но это уже не интим какой-то я не делал репортажа что он ссорится с женой я говорю что для меня человек это личная жизнь семейная жизнь этого я стараюсь вообще ну например я знал что у одного министра есть связи что есть в одном правительстве что есть интимные связи между чиновниками женщина мужик муж его жена я просто об этом знал потому что я буду с ними знакомен но никогда мне не пришло в голову что я друг потребец потому что это абсолютно не имело значения для их работы это абсолютно нулевое значение когда это значение появляется я не знаю у одного премьер-министра его любовница и он ей давал какие-то там контракты и можно это уже давно можно предполагать что он боится что его будут шантажировать и на самом деле оказывалось что его шантажировали тогда да конечно если это имеет не надо иметь никаких сомнений ну просто чтобы внедряться к чем жизнь смысл нет если он собирает после совета министров всех министров если он строит партийные списки на основе того чтобы по крайней мере вот двух людей которые будут ему подавать мяч если политики делали политический карьер потому что они были вратарами когда и они нужны ну это понимаешь это уже не его личное дело подругам я не знаю как рассказать его политике и понимаешь любви они да можно вопрос многие журналисты которые пишут репортажи они очень часто приукрашивают то что не видят то есть ну якобы никто же не видел кроме меня значит кто не узнает что на самом деле та бабушка не была в красном платке ну к примеру да и как уличить как можно увидеть вот эту неправду материал и как и как воздержаться как увидите как читателю увидите ну читатель если грамотно составлен в отелье когда этого не увидят то часто пользуются такими приемами не не должны вообще пользоваться есть есть жанры журналистики один жанр журналистики в принципе которые у нас говорят у нас очень большой разговор по этому поводу который на основе работы капучинского после книжки артура домославского замечательной книжки где он просто все нестыковки показал что он там выдумал и прочее и прочее вот тогда практически сразу они ребята защитники капучинского я просто не понимаю я очень большой поклонник капучинского очень большой поклонник домославского еще более люблю капучинского потому что он показал мне человеческие чисто много вещей которые он придумывал я знаю много людей знал например кто-то интересуется аврикой за книжки за хэбан и за цесажа африканисты осуждали капучинского говорили что это выдумки нестыковки и прочее прочее все типа это знали которые интересуются этим делом кто закрывал глаза на это потому что это мастер что это вообще герой не прошел внимания кто хотел это знал а артур домославский сделал просто замечательную глубокую работу он просто ездит по всех этих местах он разговаривает с людьми не только Африка но и Южная Америка и прочее и прочее ну вот тогда появился все наши ссылаются что есть такое мнение как литературный репортаж это смесь литературный репортаж они думают что что-то такое существует думают что есть филеотом да филеотом потому что ты должен делать фильтрацию событий через свою личную жизнь личный опыт да этот филеотом на самом деле на грани литературы потому что ну все знают что филеотом это понимаешь очень специфический жанр журналистики я только там два или три года занимаюсь я вообще начал понимать что я понимаю что он отличается остальные я не вижу особых оснований для того чтобы можно было нагибать какие-то фанты хотя ну понимаешь например вот можно все сделать сделать очень частным способом например перед последним мне кажется книжка Польдха Эгельского про Афик он откровенно сказал что я этот персонаж придумал я его сложил с двух и трех и четырех персонажей да он говорит открытого вот я это сделал я вас предупреждал это есть не классический репортаж но мы понимаем в чем играем с Ягельским что он нас предупредил об этом но можно знаешь есть хитрость потому что какая обычная проблема если ты хочешь сделать репортаж там проблема постоянно с временем тебе бы хотелось чтобы все происходило например в каком-то закрытом режиме чтобы события поступали одно после второго но блин кто-то что-то сказал три дня раньше а что-то случилось три дня позже рассказывать об этом это просто ну как же но есть хитрости что это можно сделать и брать и это сделать пример с временем очень хитрый трюк по поводу этого дворца ужасов господина президента мы просто рассказали как он просыпается и как он засыпает никто не верил не сомневался и намек на то что намек на то что вся здесь репортаж проходит в один день не было мы просто подбирали все цитаты которые касаются утра вот и мы начали там 8 часов 30 минут он просыпается и все про то как он просыпается чувством связанного что мы например не можем уговаться просыпать ему встреч раньше чем 10 часов ему это неудобно он говорит мне не работает голова мы например вылетаем в какое-то государственное визит на один день раньше потому что он не любит просыпаться в 4 часа чтобы его возить в аэропорт он хочет проспаться в 9 часов уже в гостинице съездить на встречу понимаешь это были тройку рамки мы очень откровенно сказали что это условные рамки чтобы было как будто понятно но женщины неудобно неудобно просто потому что ты должна не догадываться какая но ты должна говорить картиной если он улыбался он улыбался значит ты не говоришь он радовался у него была улыбка и он был очень уверен даже не говоришь что он был уверен или он рассердился ты говоришь что он просто лопнул с стаканом в стол и прочее прочее он победил да видно было что ему дрожат руки да ну вот такое я например вот я например вот была интересная история когда мы ворвались саакашпри в этот парламент когда его прикрывали охранники он просто сам там небольшой был но он был как очень маленький я видел лицо саакашвили который подошел на место шабарнадзе который как раз обращался с речи параменту грузинском парламент взял его стакан еще в такой хитрой штуки которые там у всех советских домах есть металлическая фигня который сейчас практически не употреблять все с ремни как это стакане попил чая чай с этого со стакана президента грузин он понимал что он выиграл вот это был его вот успех я ты можешь три часа рассказывать как он радовался да какой будет успех но если ты напишешь три четыре фразы он подходит он смотрит поднимает руку чтобы потому что там когда они ворвались в парламент первые там 30-60 секунд вот так что они хотели что разрушать ну там очень похоже потери например прыгали на это в деле он там говорит ну спокойно спокойно да успокойтесь они я тут уговорить что там успокойте ну сначала поднимая стаканик и пьет этот чай я тут просто это просто класс вот я выиграл вот я пью его стакан вот там уходит его охрана сопроводная вот это классно картинка когда тебе говорить все интересно ты ездил в славянске в донецке да каким ты увидел вот донбасс какой донбасс был глазами павел барашкин можешь говорить правду я видел там очень много напуганных людей это люди которые которые просто боятся это второй раз я второй раз в жизни в донбассе я понял очень странную вещь первый раз 2004 году и второй раз 2014 году я понял что в принципе эти люди хотят одно и того чего хочет центральная и западная украина они хотят жить по-дормально а остальные это уже психология они типа это такая мы уже об этом говорим постоянно игру с тобой это такая защитная реакция вот какие там есть аргументы но ребята вы же себе выбрали президента юшенко он вряд ли кто-то может сказать что он был очень хорошим президентом да он какой-то с нашей точки зрения какой-то чуть-чуть фашист пандера какой-то но мэри тоже вор юля тоже ворова правильно да но мы же это выносили да а вот когда мы выбрали себе своего яника да вы уже не могли выдержать а еще чуть-чуть мы же не поклонники яника но он был вор наш вор но вы там посягаетесь на наших ленинов мы же не особые поклонники ленин но они наши зачем вы хотите приходить и вот вот такие там есть такие там есть аргументы много таких они как-то понимаешь там еще такая очень схожая реакция когда я был молодым журналистом в 90-е годы когда вот начало начиналась эта трансформация да мне послали очень часто делать репортажи вот таких индустриальных точках да ну вот одно большое предприятие в городе и весьма с весь город там висит на этом предприятие ну понятно что его скоро не будет потому что они вырабатывают какие-то ракеты и двигатели к военным самолетам которые вообще не нужны и ты приезжаешь там и понимаешь что ты уже не говоришь а ты уже говоришь о достоинстве человека да если он признаться признаться будет признаваться саму себе что он никому не нужен да что эти двигатели которые он выработал которые должны там бомбить копенхагу или париж никому не нужны он выбрасывает он заказывает мусор всю свою жизнь вот приехал паша с варшавы и говорит слушайте ребята ну или какой-то министр варшаве слушайте ребята ваши предприятия вообще закрывают да вы никто вам менять профессию да кем я буду я буду токарем я буду очень так как им токарем вздевались только от двигателей сейчас ты хочешь мне сказать что я это 30 лет зря работаю что это вообще никому не нужно а это уже значит значит мы разговариваем о психологии достоинстве вот я думаю что такие чувства такие чувства у многих жителей донбасса вот этих шахтеров и прочее ну вы говорите что эту львов содержает донбасс да что вы на нас платите налоги но мы же пахаем под землей как же это ну мы же вытаскиваем этот угель он продается ну как же это убыточно ты понимаешь сколько я пахал этот угель как это трудно но это убыточно нет понимаешь это психология мы видели такие вещи и в нашей стране и в семьях да люди которые через восемьдесят девятом году через один месяц или два они понимают что они занимаются ерундой да что коммунизма нет да что войны с западом не будет да что совсем сейчас подруга вот я думаю что там тоже такой психологический фактор есть так что одну словом если ответить на вопрос какое мое впечатление с донбасса я там видел много напуганных людей не знаю хорошо ответил не я еще продолжение мы с тобой говорили это была странная для меня мысль о том что ребята вы победили вам и отступать да ты так сказал да то есть вы победили да и вы должны в вопросе донбасса идти на уступки понимаешь да это парадоксальное решение почему паш объясни да потому что много ребят поедут условно говоря на донбасс это сложная логика для даже просто для разговора даже просто для интервью с людьми да чтобы сказать точно что я сказал я сказал что вы победили а логика победителей совсем другая да все аргументы да против ну а мы уже говорим о политике да все аргументы против того что творится на донбассе да про систему януковича они все были оправданы когда западнем каэна условно понимаешь а если ты побеждаешь ты несешь ответственность да ты уже не можешь сказать ну а вы плохие ну вы плохие ну и что ну ну вы же Киев сейчас решает да и западная Украина сейчас решает это совсем другая ответственность они сейчас проиграли они не могут играть обиженных понимаешь ну а за это это уже паша надо не надо было ну всегда Игорь всегда хорошо в оппозиции понимаешь потому что ты занимаешься критикой и она обоснованно да ну сейчас ну что ну надо что-то делать да тем более что есть войны которых в никаком плане нельзя это мое личное мнение выиграть ну если брат против брата даже если брату кто-то помогает да сосед ну все равно понимаешь мое точное зрение я всегда вчера даже думал об этом когда я делал свой этот филетон да я занимался филетоном что я думал что блин растет эта виртуальная стена между востоком и западом которая растет на которой сподевается тело людей которые погибли ну вот это кирпичи этих домов которые были разрушены это потом понимаешь никто не будет разбираться кто там был прав да с точки зрения семьи погиб сын это не важно будет террорист или там сепаратист или боевик или партизан или гребернян я не знаю как ты его или солдат просто да или мужик национальной парни да для семьи это сын просто не ответил вот вот как мне кажется одна из возможных проблем при написании репортажа когда ты составляешь свои какие-то представления об этом объекте о городе о человеке и приехал ищешь вот эти вот детали метафоры только те которые вписываются в твою картину и всегда ли вам удается по новому смотреть объект писания очень хороший вопрос очень хороший вопрос я если у меня есть время не всегда бывает что есть я стараюсь подготовить к репортажу очень тщательно прочитать как можно больше и прочее прочее и еду в любое место практически с каждой картиной я уже знаю что мне что там будет практически там перед последней точкой и потом я с удовольствием все меня это классно я чувствую себя очень уверенным что я знаю все но когда вбитываю все это я вижу как вот визия с которой я приехал она меняется я просто приезжаю с открытой головой и вот мне я я получаю это удовольствие как это все мифы у меня в голове рассеиваются понимаешь это классно надо подготавливаться не надо ну знаешь ну мне надо быть какому-то знаешь фанатовым фундаменталистом да без фанатизма пожалуйста да если ты убежен что не знаю в каком-то городе живут самые ублюдки мне надо ездить там на репортаж но если ты так думаешь да у тебя такая картинка хорошо проверяй это да ну если она меняется мне надо держать это потому что ну по-разному бывает да встречаешь разных людей и вообще ну смотрите опять вернемся на минуточку к этому славянску да там там вот я очень часто ездил на блокпосты или через блокпосты ну во время когда еще славянск был занят сепаратом там но это интересные впечатления потому что это как всему стоит это менялось да в один день они тебя отталкивали проверяли документы или вообще уходи сматывайся целились себе с автоматом да а на второй день или там вечером да они были очень такие дружелюбные о ребята вы журналисты ну по нас стреляют ребята давайте хорошо что вы здесь есть да давайте хотите поснимать ну давайте вот этот мужик что-то там вот тебе вообще другая картина ну вдруг я думаю что у меня времени не было я попал бы только один раз на этот блокпост на этот один тоже блокпост эти же самые мужики во вторник я бы сделал репортаж что они вообще хамы отталкивают журналистов и ведут себя очень грубо вот давай практически там если я бы хотел чуть-чуть колорита дать я бы сказал что он прицелился практически убил да а в другой день я бы сказал вот это ребята которые общаются да у них какие там свои проблемы и прочее прочее понимаешь это вот это очень интересное интересное дело потому что вот я даже не знаю не представляю себе сколько раз я просто попал в не в это время да ну слава богу что в Словенске чуть-чуть времени не было что можно было там понимаешь чуть-чуть поработать да да вся эта политика она ну как вам сказать это тоже для меня это не было такое черное белое впечатление вот я там из этого вышел с этого спецконференции этого Пономарева да стою на площади и там сочиняю какая-то там что-то там навожу порядок в блокноте или там ищу какой-то цитат из этого Пономарева потому что они взяли наблюдателей ОБСЕ в том числе поляка да это очень такая я бы сказал хот-стори была все там хотели а у меня еще там подобрался к этому поляку на пресс-конференции я с ним поболтал он мне дал очень короткие интервью эээ так что у меня была хот-стори я хотел это очень быстро послать и вот сидит какая-то бабушка в этом ну это не парк, только пошлить да на этой площади ну там люди просто сидят да она подходит ко мне и говорит а вы журналист я говорю да здесь фотоаппарат я говорю да я журналист она говорит вот я местная я говорю ну интересно она говорит знаете ну что вы не сможете объяснить потому что вот там какое-то время тому назад когда все там началось в Крыму у нас по телеку показывают что вы сбрасываете смски на какой-то номер да если ну посылаете смски на какой-то номер если я пошлю смску тогда 10 хривей пойдет на украинскую армию правильно говорю да ну что-то там против ну понимаете да ну у меня я там пенсионерка у меня денег не много ну все равно я так подумал ну что украинская армия нам нужна армия и я послал это смску а сейчас понимаете все говорят что там украинские танки под складываются значит я это 10 хривей не бросил а они приехали здесь на танки зачем очень интересная перспектива потому что я не могу сказать она прорусская она проукраинская она просто бабушка которая там сидеть и она не очень-то понимает обстановку с одной стороны жена что она платила какие-то деньги она напугана потому что вот ходят какие-то люди в камуфляже и она ожидает что что-то будет еще хуже потому что подобрались какие-то танки понимаете вот очень интересная история как будто я ее вообще-то не искал она сама мне пришла возможно что ссылки в интервью вот не дадут ответа на такие вопросы можно делать аналитику но вот а она какая она кто террорист протест поклонница майдана украинский патриот ну это какая-то сервис которая вот это непонятная история таких людей куча много там есть но я же рассказывал недавно историю про Белогорска Белогорска по-моему в Крыму эти люди которые это знают я извиняюсь что повторюсь но я думаю что надо как метод работу журналиста надо об этом рассказать вот я съездил в Белогорск потому что мэр Белогорска сказал он тоталец он сказал что ему по барабану ему вообще не будет заниматься этим референдумом ну он говорит что это незаконно понимаете да он что ну будет в составе Украины референдум незаконно и он не хочет этим заниматься я подумал что это будет интересная история для вот есть чиновник городской он еще там член этой общины крымско-татальски ну подумал что будет хорошо вот съездил в этот в Белогорск но к сожалению много журналистов я просто был в забегал в кем там говорили кто что будет делать я там рассказал что я там еду и со мной подтянулось там нисколько журналистов ну это так бывает да надо с людьми как-то жить по-нормальному но я понял что уже с этого репортажа ничего не будет потому что это не будет ну как называется интимное интервью где я могу его спросить про семью и как он будет жить дальше только там будет две камеры три монетафона и много вопросов про политику ну так я говорю и на самом деле так и было ну этот мужик этот мэр города такой ну тоже я бы сказал допуганный потому что он знал что ему вообще конец политической карьеры после этого референдума еще приехали какие-то журналисты западные но еще он сам себе подставляет так что он подтверждается но он очень сдержанный очень такой осторожен ну короче говоря для подтажу абсолютно практически не годится да но я чуть-чуть раздерялся что я потерял один день потерял время вышел из этого здания в котором там находится из этой мэри ну просто говорю блин что мне делать в принципе я так думаю а и там рядышком стоял такой очень древний старый мотоцикл Урал вот таких мотоциклов уже в Польше нет я подумал что я фоткаю этот Урал ну интересно хотя бы фотка Урал буду хвастать перед этим друзьями что такие штуки еще в Крыму ездят вот я снимаю этот Урал а подходит ко мне бабушка такая очень очень старая говорит вот вот что вы снимаете я говорю а я снимаю мотоцикл Урал мама да вы сапартный журналист я говорю да вы только татарин снимаете я говорю мама ну какой же татарин вы видите это Урал какое отношение к кирпско-татарскому населению имеет это мотоцикл уже да да вы всегда так говорите Урал здесь приезжайте делайте репортажи про кримских татаров потому что что они скажут вы всем им верите на нас никто не обращает внимания а вы кто ой я вам ничего говорить не буду вообще я с вами не общаюсь ну я типа русско с какого-то города нас здесь переселили мы здесь вот не просились и прочее я говорю ну она я уже я вообще не задаю вопрос она мне говорит а будет война я говорю ну не знаю вот все возможно надеюсь что не будет войны ну лучше чтобы не было знаете я так думаю что лучше нам уже Россию потому что это нормальная страна вот они нас будут защищать я смотрю в руку в глаза к нам подбирается другая подушка нет я говорю уху будет классно я уже по лицу вижу что она крымская татарка она вытаскивает какую-то желтую бумагу говорит вы хотите прочитать я говорю нет я не хочу этого прочитать а вы знаете что это я говорю да я догадываюсь что это есть документ который есть ну право на какой-то дом вы просто здесь жили говорит депортация и вот у вас есть бумага которая подтверждает право на этот дом она говорит да вы совершенно правы вот у меня был дом сейчас я живу в каком-то сарае или что-то строим да и до той другой бабушки говорит а ты хочешь это посмотреть нет я тоже не хочу ты посмотри лучше ты увидишь кто в моем доме живет а в чьем доме ты живешь ну я же местный нет ты не местный ты из России я местный нас депортировали говорит ну мы будем жить мирно мы как-то можем вместе нет мы не будем жить мирно ты хочешь в Россию ты здесь приезжаешь живешь в чужом-то доме и хочешь в Россию понимаете вот начинается разговор двух бабушек ну больше политической аналитики не надо да чтобы показать что происходит в Крыму надо просто попрощаться здесь на скамейке блин записать этот разговор и у тебя лучший политический репортаж не получится потому что ты никому не объяснишь это проблема депортация не депортация страсти к России обиды ну это можно сделать огромную книжку научную работу или просто процитировать две бабушки которые к тебе подобрались вот вопросы да кроме алкоголя какие еще есть приемы вытащили из человека нужны информации чай сигарета я как деньги печеньки печеньки так денег не платим печеньки мы кушаем ну и алкоголь это условно ты понимаешь надо просто поменять типа обстановку чтобы мы не общались как журналист с вот с политиками здесь героями репортажа чтобы мы общались как человек с человеком алкоголь ну это условно может быть чай мы можем я я говорю про моего разговора когда мы курили с Пушилиным я просто ему предложу чтобы мы сели ну лучше мы сядем потому что я хочу еще вас снять а вот когда вы стоите мне снимку когда мы сели совсем другой разговор он расслабился ну я стараюсь избегать этого оборудования да и я вообще очень редко пользуюсь монетофоном у меня такой маленький есть ну я так думаю что вот я записываю я много помню да я готов сосредоточиться на двух-трех фразах которые говорят в этой истории тем более что вот если ты если ты долго работаешь в этой профессии ты много запоминаешь да у нас была такая история что вот эта известная история когда этот президент Поша поругался с министром иностранных дел в таком помещении в таком хитром помещении в котором стеклянная клетка которая была оборудована всякой возможной защитой прослушки да и одно что было это был стенограмм да в письменном виде который был очень-очень-очень секретным и доступа к нам не было но мы нашли человека который нам рассказал этот стенограмм он практически больше не могу виталий сказать про этого человека но он практически говорил полными фразами с этого с этой стенограммы но делал такое что он очень напуган что типа он получит срок за раскрытие государственной тайны тогда он это все рассказывал во время прогулки мы шли он смотрит перед собой и говорил фразами с этого стенограмма но запретил нам вообще вытаскивать какие-то оборудования блокноты не говоря о диктофонах но это было классно потому что я еще тогда работал с напарником мы с ним попрощались мы как с моим напарником пошли до первой скамейки в этом парке вы без слова серии вытаскивали блокноты и начали все это записывать потом через полчаса когда мы завершили мы вернулись в газету и сверили версии вот так получилось так что тоже надо много дополнить да а в первую очередь мы пишем репортаж в районном центре про выборы ну кроме избирательных участков и для того чтобы представить полную картину адрес адресы точно хочешь ну знаешь надо сначала начитаться по этому место надо уже представить себе что я там могу сделать да конечно это поменяется да но участок это сам собор возможно надо поискать человека какого-то интересного хотя бы знать или какой-то картинки да ну точно адрес это у меня не получится я сам блин время от времени бегаю и я понимаю что у меня ничего нет я весь в панике я уже рассказывал эту историю но она классно как раз как ответ на твой вопрос потому что вот я оказался в этом однажды в 2008 году в городе горе который был окружен русскими войсками и вообще попасть там практически было невозможно вот какие там репортажи я видел по телевидению что они стреляют убивать и что там в этом горе творится это просто упасть и что вообще город там отсечен закрыть и прочее прочее там вообще не нужно было подобрать ну конечно если кто-то подбирался по дороге с Тбилиси если кто-то повернул там направо а потом налево а там тоже был пустустов Саша который пропускал всех так я попал в город горе но проблема была такая что я очень обрадовался потому что там немного журналистов в это время ну как сделать репортаж с пустого города а абсолютно никого нет что делать ну в больницу да в больницу по домам люди боятся а они не выходят ну ты сидишь блин сидишь на площади Сталина рядом с музеем Сталина при проспекте Сталина напротив помятника помятника Сталина просто не понимаешь что делать я пробирался практически весь день и о чем репортаж пустый город в котором ничего не происходит вот я так сижу блин думая что жизнь журналисту хреново а моя вообще и вдруг смотрю что по проспекту Сталина с направлением музея Сталина к направлению помятника Сталина на площади Сталина идёт солдат нет идёт солдат у него куча арвенов да он уже такой сказал лет там пятьдесят с чем-то он идёт как на дефиладе я понимаю что мужик пьян в тряпезги я говорю что он здесь делает сейчас русские пристреляют просто это какая-то пустой город окружен русский блин людей нет и вдруг оказывается какой-то грузинский солдат в какой-то странной форме с арденами какой-то устроил отряд со Сталином дефиладом это какой-то сюрреализм но на этом не заканчивается потому что он подходит по мятненькому Сталина он начинает нам докладывать товарищ Сталин это старшина такой 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 военной части который воевал в таких-таких местах говорит товарищ Сталин давайте спускайте из этого помятника у нас такая-то непонятная война русские грузины я не знаю убивают друг друга город весь окружен надо наводить же параду так что надеюсь что тебе так повезет как мне тогда больше практически можно было убираться с горя уезжать ну а еще там в больницу там хлеб выпекали ну уже практически все да что еще можно рассказать про этой войны да и город о горе это был на самом деле полный сюрреализм который закончился я очень не отвечал потому что мой герой репортажа прыгнул в подвал потому что на площади Сталина заехали два заехало два русских ПТР полный журналистов южные наследники русских вот давайте я хочу вернуть с арктивной обстановки когда нужно получить какую-то информацию вот например уже непонятная обстановка тебе что-нибудь рассказывают потом они напоминают тебя говорят нет я не хочу чтобы ты это описал как быть в таком случае ну очень хороший вопрос который касается анонимных источников да ну ну у меня много статей которые только на основе которые я делаю только на основе анонимных источников меня это не пугает если если доверяем я честно говоря я уже возможно я уже разбаловался этой политикой и вот я просто очень часто начал делать ну все все только на тебя ты не будешь защищать извините но он на тогда надо делать на самом деле очень хорошо фильтрацию потому что и понимать почему кто-то тебе что-то рассказывает что он хочет ромстить и что-то надо это понимать но если это правда если ты уверен я не вижу в этом никакой проблем ну ну ты посмотри если ну да 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 я осознаюсь я вам этого не скажу я вам скажу что-то другого да я сказал что к примеру министр ублюдок и он на Мохаммед да и очень плохо играет в футбол и ты уверен что это правда он тебе скажет ну это очень обециозный политик да он такой жесток он настоящий лидер ну что ближе правды да ты получаешь имя фамилию человека и настоящий пиар выкидываешь правду потому что потому что он не хочет чтобы эта правда была что записано его имени фамилия ну я думаю что ответ очень простой что лучше поставить статью лучше чтобы она поближе правде чем ближе какого-то политического пиара и грёбанной защиты того что они боятся что есть что есть я на него что-то на горю они попадут в список когда мы говорим о том что есть или как тебе попасть в список я я чуть-чуть уточню вопрос а если это ну не анонимный источник а обычный человек который может стать очень таким колоритным героем например мы с Катей встретили встретили в Турции крымскую татарь и вот она была очень интересным типажом она могла рассказать о людях которые там убегают например из Крыма из Российского Крыма в Турцию и так далее но общаясь с вами вот так неформально она нам очень много рассказывала но потом она сказала я не хочу чтобы вы это печатали я не хочу чтобы вы написали и вот без этого крымского колорита она как героиня она не интересна как героине репортажа она просто вот человек какой-то ну раз она ей интересна мне надо делать за ней репортаж а вот с этим всем крымским элементом о которой она рассказала она очень интересна Паша, условно говоря, она тебе запретила печатать, но ты напечатаешь, если это очень интересно. То есть она когда услышала наш диктофон, мы пришли на следующий день поговорить с ней еще раз. И под диктофоном она рассказывала абсолютно ерунду. Ну, то есть про то, как она училась, про ее детство, которое не было даже деталями связано с тем, что она говорила офф-рекорд. И мы очень долго думали, как нам с этим быть. Ну, она запретила печатать. Почему? Потому что у нее аргумент был, что очень много журналистов спекулируют темой крымских татар. И поэтому она типа, ну, как бы... Но вы же не будете на нее ссылаться? И будете? Вот вопрос. Вопрос такой. В чем вопрос? Печатать или не печатать? И слать или не слать? Если она запретила вам ссылаться, вы не слать и спечатать. Если она запретила вам печатать, то надо подумать, есть у нее какое-то основание. Ну, основание запретить кому-то что-то печатать, это основание безопасности людей. Если есть проблемы с безопасностью людей, а то уже надо своей совести. Ну, чтобы это не осталось, блин, с проблемой, да? Ну, вы посмотрите на покойную Анну Политиковску. Читали вторую Чеченскую войну? Да. Да. Ну, а у нее была... Я с ней общался. У нее была настоящая проблема в том, что через ее репортажи они вычисляли людей и убивали. И я вам скажу, что этого чувства я ей не завидую. Я ей не завидую. А это страшно. Что на твоей совести что-то есть, там есть или может быть. Так что, ну, это проблема. Ну, если она, понимаешь, если она так... Смываться мне надо, если она не хочет. Если это интересно, а не касается безопасности, и это правда, и можно это проверить, ничего. Ну, мы потом можем уточнить, ну, в принципе, она может, хотя бы по закону в Польше он может сказать, что вот я хочу авторизовать, поменять свои слова, но это другое дело. Ну, заговорим не про какую-то политику, нормального человека, который не хочет, чтобы его отставлять. Ну, если он говорит, крабы, долгать, и чатаем. Если это касается безопасности, нам надо задуматься серьезно. Как во время репортажа на территории, где, по сути, все журналисты, найти тот ракурс, да, ну, ты знаешь, о чем я говорю, да, который никто не увидел, да, а ты не хочешь быть банальным и повторяться. Это очень важно. Ну, короче, расскажи о Петербурге, хорошо? Да, видите, да, да, я могу. Ну, знаете, понимаете, вот, это, это так, к сожалению, журналисты начали работать толпами. Они мотаются, блин, как бараны, блин, все вместе. Мне это всегда бесит. Всегда надо найти свой угол. Это есть риск, потому что, это есть риск, например, с точки зрения человека, который снимает. Если ты будешь стоять вместе со всеми, да, будешь снимать картинки, у тебя получится, по крайней мере, средняя картинка, да, у тебя что-то будет. И если ты зайдешь в сторону, может, ты заработаешь в WordPress фото, а может быть, у тебя будут проблемы с газетой, потому что чего-то хорошего не снимаешь. Такой ответ. Я заметил моего друга, который уже такой пожилой фоторепортер, который вообще получил когда-то притер-прайс. Да, такой человек соколоский, очень хороший мужик. Я заметил, что он просто, когда приближается к какой-то снимке, он встает в каком-то хорошем центральном месте. Вокруг него собираются все фоторепортеры, да, они притер-риваются, да. Он вообще так стоит. Потом приближается время. Он идет, все там остались. Я уже заметил, что люди замещаются, что он отходит, и 3-4 человека бегут за ним. Однажды, вот, мне позвонили, когда я жил на фирму, позвонили из Варшавы, они говорят, слушай, ну, ваш выбор же, президента Путина на президента Путина. Надо сделать какой-то репортаж, что-то там рассказать людям про вообще Россию. Я говорю, я там, а то было очень, там, рано, утром, я так, чуть-чуть не к себе был, вчерашний такой. Я говорю, ну, раз, звонят заместителем главного редактора, надо что-то ответить, да. Я говорю, ну, надо такому быть быстрым, остроумным, надо, чтобы такой ответ был впечатляющий. Ну, только чтобы ничего не ляпнуть. Я говорю, слушай, ну, возможно, есть такая хорошая идея, я уже думаю о том, несколько дней, чтобы съездить в Питер и сделать этот репортаж про юный кодов Вадимира Вадимировича Путина. Я говорю, о, классно, спасибо, спасибо, уезжай завтра. Я так подумал, блин, в принципе, я ляпнул. Не надо съездить в Питер и заниматься юными годами господина Вадимира Вадимировича Путина. Я съездил в Питер, пошел на Московый переволок, и через полтора часа я понял, что ни хрена никакого репортажа не будет. В всех местах, в которых надо было быть, было уже 1500 журналистов. Они задали все возможные вопросы. С местным населением очень хорошо поработала АТСБ, никто ничего не знает. А если кто-то что-то знает, Путина хороший мужик и вообще лучше он в мире нет. Ну, Паш, сейчас тебе, сейчас сделай репортаж по юные годы господина президента. О, интересно. Ну, я растерялся, говорю, ну, что мне делать? Уже все, закончилась миссия Москва. Пошел напротив его квартиры практически, напротив, есть такая забегбелла, уже и нет, была такая забегаловка. Ну, я просто сел, взял себе конечку, начал думать о жизни. Я так думал три дня о этой жизни, с этим конечком. Люди уже как будто привыкли ко мне. Они понимают, что здесь сидит какой-то забытый польский журналист, который делает какой-то репортаж. Ему что-то не ведет, потому что он здесь постоянно сидит. Вроде-то про Путина. Вот. Но в этой забегаловке, была настоящая такая питерская жизнь, да? Они сначала вообще обращали внимание, потом не обращали внимания, потом, ну, как я уже как часть интерьера, они там присаживались, разговаривали со мной. И вообще оказывалось, что у этой забегаловки своя очень интересная жизнь, да? Да, что там приходят, например, ага, и все говорят о дно. Женесколько дней тому назад, вот, какие-то националоплощевики или демократы, уже не помню, кто устроили. Серьезный депош. Они пришли на Боскове Перу, надели резиновые маски Путина, 40 человек прикидывалось Путина. Ну, это было понятно, что так долго не будет. Пришел какой-то актив питерской фабрики и очень жестоко избил Батона. Потом пришло Милетия, всех сказала, националоплощевиков или там демократов в тюрьму, а вот люди потом нам поразвозили, да? И вот. Вся забегаловка живет в том, что вот, мы понимаем, один Путин здесь, в этом переулке, не производит никакого впечатления, потому, что он здесь учился, он же сбегал, как малый глава. Но когда их 40, мы сразу поняли, что у нас начались проблемы. Вся Россия, вот, это нища, вся Россия, это богато, менты, которые помогают деньги, ФСБшники, у которых, ну, вот, управление ФСБ очень нереально, все сходятся в этой забегаловке, они ссорятся, они берут там взятки. Там приходят очень молодые девушки, которые, кстати, учились в той же школе, как Владимир Вазмирович, Путин. Они приходят там и, ну, употребляют аркуходы, и можно догадаться, что там дальше происходит. Там приходит какой-то сосед, там какой-то армянин стоит за баром, который думает, ну, понимаете, я хотел быть летчиком, но вряд ли мне возьмут, потому что все думают, что ты отчеченец, да, отчеченец не беру. Вот. У тебя практически все социальные слои, силовые органы, да, оппозития любителей Путина, молодые проститутки, менты, взятки, все за одним столиком. Она против квартиры Владимира Валерьевича Путина. На самом деле, я рискнул много, потому что мог бегать по этих всех местах, и я бы получил очень обычную картину, которую все уже описывают. Я бы посылался на каких-то других журналистов, я бы получил очень нормальный такой, средний репортаж. Ну, честно говоря, очень нервничаем, но рискнул посидеть 3 дня в этой забегаловке, и на самом деле получилось очень хорошо. Вот. Я бы увидел напротив квартиры Путина, Россию Путина, в родном помещении. Вот так. Ну что ж. Ну, что мы будем делать? Спасибо.